всем доброго вечера перед вами та самая ясновидящая кукла некоторые говорят что видели такую на ярмарке мастеров да это так но там она другая эту куклу сделали по тому дизайну который я попросила обрисовала там ее глаза на руках запечатлены здесь третий глаз на переносить на лбу это говорит о ясновидении и она слепа или закрыла глаза и читает видит внутренним глазом я назвала ее соломея как-то мне это имя пришло само соломея ворожея есть такой персонаж заговорах из моих тоже ворожея соломея одним глазом спит другим глазом зрит для того чтобы эти куклы стали помощниками ведьмы они должны сначала стать фамильярами если кто не знает открыть мою лекцию фамильяры я там все объясняю селяется некая сущность дух сила и они помогают помогают ей в ее делах дают ей энергию охраняет ее жилище дом одним словом дом ведьмы всегда живой но хочу вам сказать что основная сила ведьмы находится в ней самой ведьме внутри нее то есть в ее подсознание в ее душе и без ее силы все что вокруг нее это ничто вот ее сила оживляет все эти предметы и дает им второе дыхание дает им силу жизни если ты можешь так назвать оживляет их и они и служат я наверно так и назову до соломея ясноветий для алмы так зовут так зовут нашу зрительницу которые под ником април април я не знала о ней не знаю она мне никогда не писал но когда я попросила написать им свое согласие если они согласны люди которым я буду смотреть собственно два человека написали я ему буду смотреть больше кто бы не писал я уже не буду реагировать потому что значит человек за моим каналом не следит а если не следит то я и смотреть не считаю нужным значит это не особо интересно это у нас и на радужная и ник април април ее зовут аума так вот маленькое вступление друзья мои вы когда научитесь до конца слушать видеоролик который я снимаю я уже боюсь что-нибудь снять честное слово правда как там в этом фильме товарищ сахов сказал клянусь честное слово я правда боюсь уже что-нибудь полезно для вас снять настолько неприятно вашего такое отношение это как толпе конфету показали и там рынулись понимаете всех топчат и летят нельзя так это некрасиво уже двое суток постоянно на номер телефона мой я напишут прям вот не здрасте ничего я согласна я даю согласие можете не спешить смотрите когда сможете слушайте я же не сказала кто хочет дайте мне свое согласие всем посмотрю я же назвала имена этих людей но неужели нельзя послушать вообще о чем речь и внизу куплю я квартиру любит ли меня василий николаевич не знаю любит не любит вы с ним ложитесь постели не стесняйтесь спросите его николаевич ты меня любишь или как вообще вот это нормально я вообще не понимаю женщин которые говорят любит ли меня там вася петя василий николаевич любит значит ним спать вы не стесняйтесь а спросить о том любишь меня или нет козел вам стыдно и вообще неужели вы и сами не понимать человек любит или нет для этого нужно пойти узнать у кого-нибудь я просто вот у меня слов честно некоторые написали вообще кидают свои портреты и огур женщина вы ролик смотрели а и похрену она портреты весь семейный альбом не отправили отправила там 30 фотографий я гру вы ролик посмотрели я же не вам сказала отправлять она и дальше не слышит просто пишет посмотрите мы там подходим друг другу или нет я говорю я откуда знаю вы же под него ложитесь а я не знаю подходите вы или нет знаете да там когда чукча уезжает и говорит жене геолога придет однако под него не ложись и однако почему однако беремене будешь однако ну вот он вернулся через два месяца геолога пришел однако пришел однако ты под него не ложилась однако не ложилась однако он под меня ложилась однако беремен не ушел однако и шибко ругался однако понимаете вот вроде серьезная тема все равно перенесли на юмор вы живете с этим человеком вы разделяете с ним делите с ним постель спросить вам неудобно или как стыдно ты со мной серьезно или не очень я должна вам сказать ой все я не сказала все подряд пишите я назвала четко точно именно каким людям я проведу сеанс ясновидений и для чего я проведу чтобы вам показать что такое ясновидение ой все ошибка ругаюсь однако достали вы меня однако товарищи моих нервов на всех не хватит начнем и так девушка по имени април значит так сейчас я вам подробнее скажу у нее ник фортуна собственно говоря мы знаем что она у нас на канале да и все всего лишь алма что в переводе означает душа 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 и вот это имя не просто так далее этому человеку она вся душа с ног до головы собственно говоря без сарказма вот вся ее жизнь это служение всем кроме себя душа компании помощница родителей золушка одним словом и так первое что я хочу сказать у вас уйгурская кровь это раз это идет от матери со стороны мамы мамина сторона были богатые люди советское время их раскулачили их называют бои собственно говоря хозяева такие зажиточные люди зажиточная семья семья отца намного проще сначала когда ваши родители познакомились отцовская семья была рада такому союзу они не были против более того маму вашу выбрала ваша бабушка мать отца но она была человек очень строгий капризный я бы сказала ее капризом подчинялись все поскольку поскольку она сама выбрала эту девушку она считала что мама ваша должна быть как бы вот такой подчиненной как бы вам сказать покорная слуга вашей бабушки и век ей благодарна за такое счастье она же позволила ей выйти за своего сына папа ваш любимый сын вашей бабушки ваш папа и бабушка очень между собой похожи на старости лет отец и бабушка начали сильно ругаться между собой потому что характер ему похожи одинаковые люди это старшая женщина выходит ну это бабушка все таки да не не старшая сестра потому что есть еще женщина похожая они вот как будто вот такая троица в семье три человека которые между собой похожи бабушка ваша тоже была из таких благородных кровей она все время говорила что ее предки были богатые люди что я за этого вшивого вышла зачем я вообще чтобы ваш род там чтобы вы провалили сквозь землю вот у нее такие любимые проклятия это про вашего деда дед у вас тихий человек хотя в молодости он был такой знаете как бы характер как обрек можно сказать такой бунтарь он и против государства шел у него даже судимость хотели приписать но вмешались родственники у вас достаточно такие значимые родственники и родословная линия очень сильная такие родовитые мужчины крепкие женщины и браки крепкие но сказать что очень счастливые я бы не сказала понимаете как у вас то определенного возраста у всех и карьерный рост и как бы и семья и дети все хорошо вот где-то до может быть двадцати восьми двадцати девяти лет ну ближе к тридцати вот после тридцати семьях начинается непонятное творится то есть начинаются долги разводы не вижу особо но есть расставание потом снова сходится что-то начинает твориться мужчин появляются отдельные женщины там вне семьи жены у вашего деда кстати тоже была такая невзирая на то что бабушка ваша была ого-го огонь но даже дед успел где-то там и она знала и упрекала его всю жизнь эти и как бы как бы вам сказать начинается какая-то вот какая-то непонятная ситуация как будто останавливается вот карьера все остануне идет ничего вот все что у вас создано в семьях где-то до 30 лет а после обязательно какие-то катастрофы катастрофы катаклизмы вокруг какие-то экономические одним словом вас останавливает не дает идти развиваться дальше я вам хочу сказать что ваш дед прадед отец вашего деда принес какой-то камень это такое село высокогорное село но вот та часть где находится дом ваших родителей то есть ну отцов их родителей до в в на равнинной стороне такая горная речушка маленькая небольшая но она загрязнена последнее время что там построили какой-то завод построили что там в общем производственные отходы начали кидать туда химию и она стала прям вот такая зеленая вообще от вот этой химия от вот этой химии он принес какой-то камень и поставил возле порога дома а там их три брата жилы жили так сказал жило хотелось жили три брата в одном дворе и три снохи он этот камень поставил он такой старинный какой-то камень вот прям потащил принес с кем-то и поставил сказал что там видел вот ему понравилось он возле дверей поставил этот камень ночью ему что-то приснилось и он рассказывал я думаю что у вас в семье об этом знают ну в общем этот рассказ ночью кто-то сказал иди смой камень почисти и увидишь что-то там сказали ему он почистил и увидел арабские надписи оказалось что это какой-то надгробный камень какого-то избранного человека сподвижника что-то в этом роде и не естественно арабский никто не знал вот разобрали наверное не очень давно и и был дан приказ этот камень вернуть назад но прадед ваш хоть и испугался но такой был человек коммунистического склада наверное подумал что ерунда какая-то и нечего верить и в скором времени он умер и этот камень куда-то исчез то есть его больше не ну не поняли куда он еще что с ним он такой массивный был камень большой видимо надгробие оно там раскололось или что потому что это ну часть камня все надгробие он тащить не смог но там как-то вот принес его может на что-то положил принес или попросил кто-то кто-то этот камень забрал убрал и начались такие несчастья как как будто вот он поругалась понимаете на поругание как бы принес ему было примерно вот столько лет сколько вот во сколько лет начинается ваше несчастье вот приближайтесь к этому возрасту когда ваш дед что-то сделал и начинается вот эти вот несчастье на вот отцовский род идет потом последние наверное двадцать лет начались вот уже молодые смерти катастрофы нерожденные дети у вас тоже это выходит какой-то сгусток либо вы не осознали то есть не поняли что это была беременность но какой-то сгусток который все-таки ну как бы был начальной стадии беременности это тоже было ну давно правда наверное лет семнадцать назад может быть где-то так вы выглядите моложе своих лет у вас голос очень молодой вот если вы запишите потом ответ у вас голос очень молодой вас принимать за молодую девушку иногда потому что вы работаете где-то там где нужно по телефону общаться вы многое говорите у вас общественная работа и вижу что изначально вы очень сильно нервничали переживали значит плакали что-то вам не нравилось в разговоре ну не могли вы найти общий язык может быть человеческая тупость раздражала в конце концов это ну вы стали сильнее характер поменялся вы сейчас стоите на таком перепутье не знаете в какую сторону двигаться вам что-то предлагают ехать сейчас в другую страну но я вам не советую в ближайшие полгода куда-либо двигаться уйти из этой работы из этого занятия где вы находитесь вы живете в таком районе где белые здания ну светло-серые ладно скажем прям линия таких белых зданий но рядом находятся дачи дачи большие дачи дачный поселок какой-то элитный вот между этими белыми зданиями дачный поселок вот так идет такая трасса большая недалеко есть линии но едут грузовые в основном составы ваше родоснов родословное то есть вы родились и детство прошло и молодость ваших родителей смотрите это село оно какое-то особенное там в этом селе были три святых человека то есть село и там были три святых человека одна из них была женщина то ли фатьма да скорее всего фатьма может она так себя назвала потом и так осталось в истории и есть еще родник этой женщины родник фатьмы может быть и двое мужчин один построил школу для этого села второй еще что-то сделал может мечеть построил я вижу в вашем роду роду и вашей матери отца хафизов это раз старинная книга каран скорее всего которая была утеряна или спрятана во время репрессий а потом нашлись с маминой стороны родственница одна убежала с чеченцем ее вернули очень страшно наказали выдали замуж без любви и она в молодости умерла то ли при родах умерла что-то в этом роде молодая ушла я вижу огромную вот гора и огромные эти как их называют так ну для овец загоны да летом поднимались туда там ваша бабушка у нее платок завязан как-то необычно знаете вокруг головы то есть два платка один платок завязанный и второй как чалма вот вокруг головы и у нее фотографии есть такие старые фото уже в старости вокруг головы чалма завязанная красная зеленая вот разные платки она так любила говорила что у нее голова болит и ей так удобно мама ваша иногда говорит вам что вы вот отцовский сорт что вот туда вы пошли в бабушку в тетку свою вот такая же упорная упертая я вижу что два раза вы спаслись от катастрофы еще алма вы хромаете время от времени у вас левая нога там связанные не с варикозом а с жилами в общем они время от времени начинают болеть это у вас родовая травма во время рода вам растянули ногу потом мама ваша проклинала этих врачей когда она догадалась когда сказали это скорее всего родовая травма вы в детстве плакали много плакали не понимали что происходит а у вас была боль так рука когда-то либо треснутая кость либо сломленные в детстве вот прям левая сторона у вас какая-то несчастная удары все время сломленные треснутые руки город или вот эта часть города или городок скажем так сельского типа или село городского типа но это часть большого города наверное город спутник может прям рядом находится или это квартал который не принадлежал городу но сейчас город вот как бы заполз как спрут знаете свои щупальцы туда расширился за счет этих микрорайонов но это старинное место почему-то я вижу какую-то местность бухарских купцов вот в вашем городе какую-то местность может быть у них слобода была может они там торговали жили вот купеческое такое место слобода купеческая как в москве есть слобода купеческая так продолжим начнем с того что последние два года у вас очень сильно начали лезть волосы прямо шкомками выходит у вас даже был страх что может что-то не так но обошлось то есть не было у вас какой-либо смертельной болезни один раз эту болезнь у вас уже подозревали где-то шесть-семь лет лет назад примерно у вас болела левая грудь и у вас были какие-то подозрения но оказалось что у вас просто некая такая разновидность болезни груди но она прошла назначили вам лечение я вижу какой-то страх у вас вы наверное видели аварию с погибшими людьми потому что перед глазами какая-то зеленая машина советская и авария с погибшей семьей после этого у вас какой-то внутренний был страх ужас боялись дорог боялись транспорта это и сейчас есть но не так остро вот потрясение какое-то у вас либо перед вашими глазами это случилось либо вы проезжали увидели но видно я смотрю через ваши глаза они видели этот ужас и у вас постоянно вы представляли своих родных близких и так далее вы человек очень чувствительны мнительны и поэтому такие люди очень тяжело переживают то есть нет у них такого знаете отключиться от этого всего абстрагироваться я вижу насилие то есть это удары поднятия руки это от мужчины очень сильно разочаровались вы любили этого человека но вы разочарованы есть он с вами рядом не могу точно сказать потому что видно что ну когда не идет подпитка от мужчины все равно что он есть что нету понимаете не показывается как то есть человек показывается как одиноки и он не ваша первая любовь ваша первая любовь вас предала предала любовь предала и предал мужчины естественно и причем они сошлись с подругой вашей бывшей ну это юношеское такое поэтому собственно вы смирились простили но он спился и у него очень такие нехорошие дела пошли кстати вам нравится кавказский такой типаж мужчин такой круглой прической с такой ну необильной бородой ну так бородатые красавцы но вы очень сильно разочаровались у вас была некая встреча с таким человеком и вы просто поняли что это внешний антураж на самом деле они совершенно другие ну по крайней мере такие вам встречались удар в ухо и потом вижу воспаление ухоатит наверное с детства она проходит потом снова начинается вот некоторое время она просто пропадает потом через некоторое время опять вы чувствуете что на левую сторону ложитесь вам больно потом снова пропадает некое такое воспаление воспалительный процесс который сам по себе знаете регулируется но вам все-таки стоит сходить и узнать потому что это ну так проблемы с сердцем у вас в роду многих проблемы с сердцем отсюда и отечность отсюда и мурашки по левой руке и боли иногда резко схватывает сердечный клапан он такой сузился и тяжело пропускает кровь ну в общем и целом сказать вы здоровый человек но есть вот такие определенные проблемы которые дают о себе знать время от времени был у вас период жизни когда за вами смерть просто ходила по пятам это где-то шесть лет назад постоянно перед глазами то похоронный процесс проезжал то машину с гробами везли вы уже увидели то вам приходило во сне что-то душило и такое страшное нечто звуки слышали вас звали вы поворачивались вы два раза в жизни встречались с потусторонним и боялись об этом рассказать чтобы вас не ну не приняли за сумасшедшую кстати скажу между делом вчера земля дрожала ночью никто не почувствовал дрожь земли это не землетрясение земля дрожала в земле некие процессы происходят скоро один великий вулкан проснется ну ладно они уже просыпаются друг за другом как я в начале года сказала но еще один ожидайте это так попадают такую знаете волну информационную и идет и идет там всякое так так с одной женщиной у вас было было общее дело ну я не совсем скажу бизнес но общее дело в общем вывод общий проект она вас вытеснила вы сначала это не замечали потом заметили как она вас вытеснила вообще в последние годы вы раньше работали в компании с мужчинами то есть это операторы может быть какие-то не знаю может быть дальнобойщики вот там что-то ну мужчины и у вас все было нормально очень хорошее отношение уважительное потом так получилось что у вас коллектив женский начался и вот тогда начались и головные боли и один раз вы пришли в красивом платье таком бордовом знаете цвета крови и у вас вам комплект какой-то подарили такой знаете там парюрю но парюра это с короной ну у вас там заколка вместе с кольцом и подвеской когда вы выходили вы чуть вы упали то есть на этих лестницах и чуть прямо лицо не разбили вот как только вы начали работать женщинами женской компании у вас начались проблемы дома начались срывы какие-то денежные расходы и прочее есть есть у женщин такая особенность с такой ненавистью прям аж смотреть на женщину которые они считают удачливой счастливой а вы просто не жалуйтесь на жизни это их бесит у всех все плохо муж козел свекровь такая у вас нет просто манеры жаловаться вы не любите это и им кажется что у вас все хорошо и как говорится знаете такое если найдется человек который готов свернуть горы то обязательно за ним пойдут те которые готовы свернуть ему шею вот что-то в этом роде вы лидер но хочу вам сказать алма что вы ведете за собой людей вы создаете какой-то проект что-то делаете они потом это все захватывает а вас вытесняют оттуда вот то наделанное вашим прадедом на самом деле может показаться знаете некоторым людям несерьезным мол ну дети тут при чем ну какой-то камень но уже не знал но мир так устроен что мы отвечаем за наших предков никто не спрашивает вот мы при чем не при чем вообще без разницы это сделал человек он отвечает за это когда вы напишите вы голосовое снимите я потом вам объясню вы можете мне отправить это голосовое вот там если сегодня увидите можете ночью отправить я все равно ночью делами занимаюсь лучше не я не а мне отправьте сразу и я вот выставлю ваш ответ я заодно вам посоветую потому что то что он сделал оно уже подходит концу то есть оно практически уже откупилось но надо последний штрих сделать чтобы остановилось это все вот обиделась душа ушедшая причем он был сподвижный говорю вам он был хаджи понимаете он был знаток религии то есть это человек который был под защитой этих сил и его нельзя было трогать просто необдуманно ваш прадед это сделал собственно вы не дается это вам именно это стоит вашей карьеры это стоит вот денежного благополучия и вроде бы вы живете неплохо своими стараниями все но вы могли бы жить лучше намного вспомните черные туфли у вас дома пропали черные лодочки и вы не могли вот никак найти потом вам сказали что у кого-то видели на свадьбе эта женщина одела не на свою свадьбу а в гостях и вы не поверили вот почему-то приходят эти черные лодочки вы копили и покупали эти туфли и они пропали причем забрала сестра вашей подруги может даже ее гуля зовут или кульфия что-то в этом роде женщина у вас племянница она не может никак родить у нее не получается родить ребенка у нее все время выкидыши все время еще что-нибудь посоветуйте ей взять ребенка с детского дома и в скором времени она родит своего ребенка но естественно того ребенка обратно отдавать не нужно посоветуйте ей это сделать ей это нужно сделать я вам объясню почему ее муж недобросовестно поступил с одной женщиной и то и пришлось избавиться от плода и она стала бесплодной и вот наказание ему за то что не дают ребенка он должен взять другого ребенка искупить свою вину тем самым и тогда им дадут своего ребенка она сможет родить она такая пухленькая кругленькая невысокого роста такая хохотушка и у нее не получается родить ребенка смотрите напротив вашего дома такое большое пространство чуть подальше лесопарковая зона это лесопарковая зона знаменательная там есть три памятника два памятника старые один советских времен когда-то там было было какое-то здание старое здание это здание каких-то ну в общем купцов богатых людей но в 80-е годы это здание сгорело там была когда-то библиотека до библиотеки жили врачи почему-то она может выделенные просто с больницы там как бы им место для жизни как квартирки так вот сгорело это здание и его сейчас восстанавливают я вижу огромную стройку недалеко от вас гудит все жужжит что-то делают делают большой такой развлекательный центр там что-то копают может быть возле вашего возле вашей работы ну недалеко вы видите это постоянно на этой стройке в прошлом году кран упал и еле обошлось без жертв вот может даже показывали у вас есть очень нехорошее место недалеко от вас лес где часто пропадали молодые девушки пропадали в 80-е года в 90-е года и пропали не очень давно очень жестокое убийство страшное какое-то убийство молодой девушки потрясло вас и вот ваш район вот не очень давно месяца 3-4 назад прям вот возмущенность народа я вижу что искали требовали выдать и так далее вот это вот выходит у вас лестницы там где вы работаете они какие-то такие знаете как в индийских фильмах в домах вот какие-то такие крутятся вот вокруг шарообразные какие-то не знаю почему так вышло серое внутри здания напротив вас то ли бухгалтерия находится какая-то ну или налоговая ну в общем что-то с финансами связано не банк но не банк у вас там были построены два здания эти два здания заморозились так и остались этих хозяев посадили потом их перепродали другим хозяевам они вроде что-то пытались сделать опять не сделали и теперь эти два здания хотят сделать какую-то то ли детскую больницу и оздоровительный центр что-то в этом роде опять все стоит начали что-то там делать потом опять остановились это тоже недалеко от вас так недавно недавно был праздник национальный потому что вижу людей в национальных костюмах что там и дети какая-то ярмарка большая вот последний какой-то был праздник но не наврус перед этим наверное шум шум постоянный шум у вас но это не трасса может завод какой-нибудь потому что шум такой что-то там крутится делается какие-то станки причем начинается с вечера вас хотят на повышение отправить, на повышение. Вот уже чуть-чуть идёт к этому и на повышение. Я вам хочу сказать, Алма, что вот самый такой тяжёлый период в жизни у вас уже прошёл. Начинается какой-то просвет уже потихоньку. У вас больше восьми лет почти было очень тяжёлое состояние. Вечно кто-то болел, за кем-то ухаживали, это больницы какие-то. Там трудности постоянно, кто-то, что-то там натворилось в семье. Потом какое-то судебное дело, тяжба с кем-то велось. Вообще непонятно за что, почему хотели там, постоянно ходили, писали заявления. Вот всё время. Сейчас я вижу у вас в планах есть дача, дачный домик, частный дом. Либо вы расширяетесь, либо вы хотите, ну, либо вы строите это, потому что видно, что это вот как бы перестроение чего-то, расширение. Так. Есть женщина, которая вас угнетала на работе. Вы что-то сделали, провели, прочитали, и, в общем, её увезли прямо на скорой. Теперь она собирается уйти с работы. За ней уйдут ещё два человека. Один мужик и молодая женщина, которая была вот из их компаний. Обновится у вас. Всё обновится на работе. Я вижу впереди хорошая вещь, то есть очень хорошая новость, перемену. Это ближе к маю. Давайте, наверное, достаточно, потому что сегодня надо загрузить. Увидите, сегодня же отправьте мне ответ. Я загружу, потому что люди, знаете, все ждут с нетерпением, хотят услышать. Я думаю, что достаточно, потому что мне много идёт. Я могу часами это снимать, но этого более чем достаточно. Вот Соломея вам это всё сказала. Точнее, тот самый дух, который внутри неё живёт. Так что скажем ей спасибо и отправим её на заслуженный отдых. Будем ждать ответ. Всем удачи!